четыре сезона отеля хасбин ну давайте смотреть давненько мы не слыхали про отель хасбин привет только нового последнее время было папа давай 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 не мог про них не рассказать совсем недавно моргана и гнис голос соли моей сестры мили рассказала на свои трансляции в инстаграме интересный факт оказываться мили старше соли мэй на пару лет но каноничного возраста у соли мэй до сих пор не мой давненько не было про отель хасбин че слышно реально четко немножко это самое под утихло да я рад я рад что уже наконец-то какие-то новости появляются помните ту самую короткометражку смели и соли мэй мы ее смотрели вин недавно подтвердила что я 3 хасбин кстати тоже смотрели на бусте они будут выходить между сериями и расскажут про персонажей кому уделили мало времени в сериале а вот когда и сколько и будет было не совсем понятно теперь же все изменилось адам нейлон один из сценаристов босса и отеля сообщил что будет еще целых три короткометражки по адскому босс и выйдут они в перерыве между 9 серии тур с извинениями которые недавно вышла и 10 серии духа йога который выйдет 31 октября они будут выходить каждый месяц значит новую короткометражку стоит ждать уже в этом месте в июле следующая будет в августе затем все на каждый месяц тепле я подумал одна только выйдет а в октябре уже будет следующая серия вырезали что 11 серия вдохновитель выйдет в ноябре подвели но июль так-то заканчивается уже я когда в июль то выйдет уже в принципе вот сейчас смотрю 28 июля у меня просто сейчас 52 и у меня 28 июля уже 13 серия грехов 100 финал второго сезона в декабре будет забавно если я этот ролик выложу после того как не знаете в 28 например выйдет новые как раз мини эпизод его посмотрю выложу а потом выложу этот где я спрашиваю а где новый мини эпизод а он уже вышло его посмотрел забавно будет до до конца 2024 года но ждет адский босс и мы даже не успеем соскучиться ведь каждый месяц вы что-то хорошо это хорошо только всего нового круто в ивент последнее время а вы помните как всем джон зашел отель хасбин зашел проекте на самом деле это круто потому что видите тот факт что зашло дало дает возможности возможности масштабировать от как-то финалось я думаю все из вас видели то самое видео с ивен медрана где она давала интервью и рассказывала про анимацию мы кадры видели тут как раз у айджи по моему это интервью записали school of visual arts в честь своей выпускницы это такая частная школа в нью-йорке которую закончила вивен в 2014 году она говорит что до этой школы она не занималась анимацией поэтому если ей научили ее много она завела во время учебы youtube канал и начала выкладывать по свои работы из школы все вы их прекрасно знаете дипломная работа 3 курса сын 666 и дипломный фильм тимбер приколем хасбин трудились аниматоры из сми и от шубана райан голос эмили не так давно выложила stories и студии озвучки второго сезона отеля хан и случайно не закрыла часть скорее всего это будет уже кою же расшифровали же есть я не буду читать сезон после поднятия резонанса в интернете естественно пост был удален но интернет не остановить мы все что могли перевели сложно понять что написано сверху во первых все происходит перед башней трюболин я сказал читать не буду сейчас будут но он я думаю что это не жесткий спойлер ух видит толпа грешников кричит чарли что она солгала чарли не успевает ответить как тут из портала появляется эмили она горит всем грешников чтобы они дали шанс ангелам небеса верят в искупление и не хотят больше причине этим бой небесных лидеров заставили поверить что грешники хотят причинить только боль небесам но сейчас мы хотим все исправить не писал верят способности каждого демона творить добро говорит чарли во всем нужно решить верите ли вы в себя чарли и эмили оградывают толпу вместо этого видят пустые лица чарли оборачивается видит что на экранах появились гипноглаза вокса увидим быстрые кадры на которых все обитатели ада одновременно подвергаются гипноз как мы видим действительно главным злодеем второго сезона отеля хазбин будет так еще имели ну ладно его в принципе ожидаемая дом должен был как-то появится дальше у тебя же показали в конце концов а кем кому еще быть ну как бы на небесах в принципе еще кто-то наверное мог бы быть подход только тут откуда оттуда появится но ладно окей спуститься чтобы убедить грешников что рай верит в их искупление и дома после рассказа пендиуса и вообще по его примеру искупления сыра поймет что она действительно ошибалась ну вот захочет ли ее слушать люд я думаю она отдалится от приказа их высших чинов рая и будет действовать так как хочет она тем более она теперь стала командиром истребителей после адама вы кстати в финале в севе увидели что ангелов можно убить то что думаю это будет покушение на эмили ой взгляд и туда спустилась в общем будет интересно совсем недавно девочка спросила у заново и ветер из кая будет предыстория ол старый волк ну что бивен такая щас плетер скажу тебе суша в метеке муж сценарий еще отдать токсичная было бы это было забавно так гипертоксичные от или хасбин их предыстория будет сложный а ты умный вопросики задал сейчас для смотри это это умрет это выживет этот умрет это выживет все все довольны расходимся грустно но это хорошо а то кроме того что вокс позвала автора в команду а тут его отшил больше за первый сезон ничего и не рассказали знали что автор умеет пищать как олень кстати по записи персонаж брендан роджерс поделился новостью о том что он закончил запись всех реплик эти килл джо для второго сезона отеля хасбин и даже целая фразочка присутствует джустика воск тоже сообщила у себя в stories что закончила озвучку люд для второго сезона отель и даже есть небольшой фрагмент из студии сперва она вот так злобно посмеялась а затем сказала вот эту фразу что за лжеца какая-то странная интонация это даже не какой-то сарказм может типа нет вовсе а кто-то из фоновых персонажей но пока что без кануда это супер не похоже на нее вообще текста не совсем понятно а совсем недавно на galaxy con 2024 актеры озвучки подтвердили что они закончили запись голосов то есть по сути все реплики уже точно озвучен при том в твиттере некоторые художники уже успели сообщить что они начали раскадровку сериал или процесс создания второго сезона то во все во все идет для хасбин уже далеко зашел и кипит по полной прогресс нам и про кики чуть-чуть рассказали как же я обожаю эту кошечку ключики воплощение отеля хасбин и ключ больше нам ее покажут во втором сезоне она умеет трансформировать части отель я в таком диком предвкушение как же мне хочется больше узнать про эту милую кошечку и по интервьюшка впервые вен сходила коллайб там тоже была интересная информация во-первых аластер имеет оленей черты из-за предыстории который мы позже узнаем написала оверлордов как грешно что это за историю может быть получивших большую власть это мы и так знаем и своего рода злодеями шоу а вот тут поподробнее три вида согласен а как же кормила она просто защищала своих девочек рози душка а застел пока не раскрылся до конца а про стальных мы вообще ничего не знаем если они будут злодеями то это конечно интересный поворот хотели кстати вот или хасбин увидеть человеческий мир так вот эта возможность у вас появится нам покажет его более суровым от адского босса дин более глуп учитывая думал он скажет в отличии от ада мы увидим предысторию ала then мы там ничего радужного точно не будет под disturbance блин вот предысторию utilization интересно то есть если там прям еще будет заложен какая-то драма прямо это будет показано еще как-то прям полноценно не просто флэшбеком каким-то маленьким но даже флэшбэком интересно было бы но вот допустим это будет прям полноценное раскрытие его предыстория и там будет прям как эта гипердрама это можно это может очень круто понимаете но без без шуток там без все прям сервина серьезно все покажут куда попадает грешник после смерти в самом аду писак по крайней мере по пентиусу можно так судить прикиньте после убийства от рук каждого из истребителей все папа долю самое главное адам адамчик наш любимчик попадет для он все-таки в ад появится ли он там потому что ну бы власть вот эта теория помните что он тоже переродится и появится скажем так в аду уже в обличке какого-то демона не демона непонятно вот это вот будет нет потому что это было бы очень интересно за этим было бы интересно понаблюдать и в рай как же там каннибалов сейчас находится окей окей мы пока этого не знаю поэтому сложно судить потихоньку в основном шоу расскажут за какой грех каждый из главных героев попал в ад а вот это уже очень интересно этого мы лишь гадали из-за каких обстоятельств они оказались в аду а тут аж даже их грехи раскроют слова во втором сезоне нам покажут пару предысторий персонаж это будет класс пендиус и angel да остальные персонажи похоже останутся для следующих сезонов большинство животных в аду были рождены там они попали с земли что еще раз подтверждает тот факт что фермеры с круга гнева разводят животных для корм а дальше было интересное заявление некоторые из персонажей не готовы искупляться но по своей сути я думаю многие на предложение чёрли смотрели коса а уж прийти добровольно в отель питьюс только под этим предлогом туда попал хотя по факту был засланным агентом собственно не горит этой идеи так что ну да мне просто кажется что они в принципе не особо хотели бы в рай вот честно скажу то есть им как-то они привыкли им веселее им интереснее и в принципе они как бы как вот они они на своем месте да как ни крути что не говори но вот именно вот в рамках того что происходит не знаю не все из них наверно хотят пройдем там просто скучно будет тупо скучно так погоди нравится тут реакции а на бусте их еще больше там и аниме и фнаф и сериалы и мультики в общем еще много эксклюзивного контента от восьмерки на а ссылочка конечно же внизу в описании самоинтеграция на этом все счастья радости удачи очень заинтересована в развитии человеческого мира может быть в виде отдельного спин-оффа но пока это очень далекие планы было бы прикольно увидеть отдельное шоу про людей мы так уже привыкли к этим адским персонажам ну если это все будет также держаться на уровне успешности вот эти все проекты то я думаю что штат будет только расти у них аниматоров всех остальных сотрудников и прочего но если как бы там вивьен пойдет в эту сторону скажем так на такого сильного масштабирования и если так если это все вырастет какие-то прям гигантские масштабы серьезные очень и ресурсов будет больше то никто не отменяет что они просто могут нанять команду людей которые будут писать сценарии будут рисовать анимировать все это уже по спин-оффом по разным проектикам все это вполне себе возможное развитие может быть не прям в супер краткосрочной перспективе но тем не менее возможно интересно как эти два шоу по живем увидим по крайней мере это лишь далекие планы и пока что они существуют далее эндрю андерберг и сын к автор и вообще прикольно как это все выросло вот типа насколько это все растет в плане отеля хас бинатского босса что начиналось каких-то ну по сути интернет-шоу и вот настолько уже это приобрело какие-то масштабы и это все растет и растет это не стоит на месте это прям круто песен а также вивьен медрана дали интервью издательству дедлайн по поводу музыки в сериале каких-то супер интересностей там не было в основном рассказали как они писали песни для отеля очень хорошо разбирается в мюзиклах и хорошо знает когда и что должно звучать и о чем говорить у каждого персонажа есть свой музыкальный стиль фаза посрался ты чё так громко ставишь то от алекса брайтмана было импровизации и они уже приступили к написанию песен для второго сезона уже на другой трансляции сэма кафт и адам анейлона было подтверждено много все сне офигенные были но будем честны 1 но я уже говорил тысяч раскрыть какая мне больше понравилось но там типа она не одна но есть вот топ-1 его связанного смуз например на ждет песня трех вип про и злые дела без раз радуйтесь фанаты вокса ведь во втором сезоне будет много песен с ним сам шуте что устал работать с кристианом борли голосом вокса кидает недавно рассказал на панели что во втором сезоне точно прозвучит еще одна песня хаска еще одна топовая песня хаска во втором сезоне есть песня про плохого чувака которую сам написал еще три года назад когда узнал какого актера пригласили на роль этого персонажа песня быстрая и написано специально для этого актера пока что новая идея про кого они говорят а вы как думаете напишите в комментариях одна песня из 2 сезона точно выйдет до самого сериала как это было с пользы и хэппи дэйм я специально не слышно не слушал ну поезд может слышал случайно когда он там в рекомендациях выпало но остальные песни когда именно они выходили как песни что-то там выходило что же раньше на я не слушаю зачем я хочу это услышать в самом мультике первый раз а сплак еще не успели и не только музыку обсудить ни одна история персонажа не завершится во втором сезоне а котики кстати говоря дубля что закончили адского не адского отеля хасбин помните у нас просто когда я посмотрел и выпустил реактор на все серии отеля хасбин на первый сезон опять же на бусте я озвучил тогда идею мы в принципе это обсуждали тоже в видос это озвучил на ю тубе что есть идея когда дублированная версия выйдет пересмотреть уже в дубляже и котики тогда начали выпускать дублированную версию но то ли на 2 то ли на какой-то там серии остановились они учет каким другим проектами занимались поэтому вот этот вот перерыв ну какая-то вот пауза у него вышла не знаю и по-моему я не видел чтобы они продолжали выкладывать вроде как по моему после этого только еще одна вышла но полностью сезон они я не видел сделали не сделали может может я пропустил может они на самом деле его сделали если сделали напишите мы тогда пойдем смотреть ну там как бы куда-нибудь втюхаем там сейчас у нас много всяких штук мы смотрим но может быть перед выходом второго сезона пересмотрим как вариант но в любом случае можно будет пересмотреть так или иначе потому что я бы хотел пересмотреть если честно именно в дубляже хотел бы пересмотреть еще раз и неважно там будут дублированы песни или нет но было бы даже прикольно если бы песни дублировали почему бы нет в целом тоже послушать как-то прям по-свежему на это посмотреть особенно перед выходом второго сезона можно кстати реально сделать перед выходом чтобы прям даже это было логично как то что ли я не знаю но пока непонятно когда он выйдет но тем не менее поэтому не знаю короче котики сделали не сделали выпустили не выпустили все-таки или пока еще не до конца все продолжится в третьем сезоне данном уже рассказывали что в течение следующей пары сезонов нам будут раскрывать ли так что адского контента будет очень много так давно вивен мидрано сказала что хотела бы чтобы сериал продолжался 6 сезонов как ее любимое шоу конь боджек но все зависит от спонсирования смотрел лайк если тоже хотите 6 сезонов отеля хасбин адский босс отель хасбин 26 сезонов отеля хасбин это получается еще лет 7 то есть это нормально так конечно по времени пересекаются по временной шкале ну как именно спойлеры да передаем привет херувимов который в недавней 8 серии шарили за истребление демонов истребителями многие тогда не поняли мой посыл понятное дело что херувимы знали истребителей но весь рай не знал чем они занимаются так что события 1 сезона отеля хасбин точно происходит до первой зона адского босс при этом они заряжены следующее что кроссовер этих двух шоу не будет то есть прямой персонажи не там не там нам не покажут только я так на это на самом деле надеялся надеялся и в адском боссе в отеле хасбин что ну как ты как не в каком-нибудь виде лишь мелкий отсыл блин так жаль а я ждал что-то на уровне симпсонов и футуров да было бы круто мне кажется этот такой эпизод просто балду просто разорвал бы а мы или на крайний случай универ и счастливы вместе вот это кроссовер и я понимаю его совсем недавно винмедрана сходил на интервью тире подкаст с ютубером джо и тоже рассказала много всего нового например что основная сюжет линия адск босса полностью спланировано но это хорошо теперь точно ничего не будет меняться если это то о чем я говорил но в рамках отеля хасбин говорил я говорил в отеля хасбин когда мы смотрели и в реакциях и видосов по на эту тему что самое главное самое главное чтобы у этой вивьен было понимание чем это все закончится было понимание сюжета наперед вот как у ребят из metal family которые делают потому что у них это есть у них есть четкое понимание что будет дальше как все произойдет как сюжет закончится что с персонажами произойдет самого начала это понимание есть если у вивьен тоже так ну частности не только братский босса и отель хасбин тоже то вот это шикарно это прям значит что мы не свернем куда-то непонятно куда в какой-то момент когда идея закончится то есть идея уже есть уже есть понимание чем это все закончится в перспективе к чему это все идет так что проблем не быть не должно серии в серию второй сезон адского босса делать уже три года и вивен говорится часто делая и выпускать серии понимает что сейчас стало лучше понимать структуру сюжет и некоторые моменты изменила ну да учатся учиться процессе по сути это уже невозможно в частности это слишком затратно с точки зрения производства чтобы что-то переделать нужно сделать перезапись озвучивая раскадровки это испортит и весь конвейер производства сей то что мелкие грехи не исправят от слова совсем с этим сезоне адского босса добавилось еще два сценариста и шок-контент вивен будет сделать 50 серий босса учить то что первом сезоне было 80 а второй сезон выйдет до конца этого года и там будет всего 12 эпизодов то становится понятно что в третьем сезоне будет 15 7 так и в четвертом сезоне будет тоже 15 7 почему четыре сезона и вен еще очень давно об этом писала в твиттере так что после второго сезона нас ждет еще как минимум 30 серий адского босса причем первая половина третьего сезона уже озвучено что очень рад также прозвучал занимательный факт оказываться брендан роджерс голос блица ненавидит лошадей это блиц их обожает прикольно вместе сэм смотрели спирита и он сказал а вот было бы круто если бы блиц любил лошадей так все и зародилось по скамбозе всех 6 смертных грехов кроме люцифера и кстати осталось относительно немного с этому недавно показали осталось только левиафан и бельфигор заценить помните не так давно ходили теории что столос умрет в конце второго сезона но как бы не так не он и ни один из главных героев адского босса не умрет до конца так и сказала серьезно а чё так зачем прям убила интригу все получается потому что это разрушит все становление героя все его развитие в течение всех сезон логично ну в принципе это не мешало какой-нибудь игре престола всех убивать направо и налево в некоторым другим сериалом в том числе ну да ладно в целом логично лично ведь ивент полностью выстроил их историю это теперь не менее истории с рофлами как почти весь первый сезон и мой внутренний дрим радуется ведь и вен анонсировала что в ад просто есть сериала где вообще буквально в последней серии главный герой умирается так что но не знаю не знаю ну как бы такая логика имеет место скамбозе будет предыстория стол и их главный фанат хочу заверить жду больше стили вместе взятых от скипа сделать команду spindle horse примерно в 200 человек отель хасбин больше несколько студий вот или хасбин можно рассказать много историй но вивен не хочет приручать сериалов симпсонов на 85 сезон во втором сезоне отель а почему нет а почему нет кстати говоря а чё бы нет то целом есть несколько новых я думаю мы все были бы не против да она же и камео известные голоса и тут недавно на мы даже еще второй сезон посмотреть с вами не успели и вивен выкатывают анон что отель хасбин представьте хасбин превращается каких-нибудь симпсон где выходит 30 сезонов и через много-много лет выходит какой тридцатый сезон а вы такие сидите думаете 5 а я вот в самом начале всего этого был вот прям вот только когда первый вышел сезон я такой сидела смотрел видосики насчет второго сезона когда он выйдет или на 3 и даже 4 сезон амазон настолько офигели от цифр что даже закупили кучу сезону повебинками долларов самом деле круто что столько будет контента по нашей адской вселенной как он столько хороших новостей и на женщине класс 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 그렇того лкил локу клуб 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 ребят ну вот такой вот такие вот новости интересно будет следить дальше а если будете интересно выходить YG на эту тему обязательно будем смотреть потому что интересен мне отель Хазбин, понравился первый сезон, очень-очень жду, но я говорю, тем более у меня еще есть желание, какое-то вот такое, оно не пропало оно все еще есть, пересмотреть первый сезон в дубляже но посмотрим, посмотрим в каком виде когда это будет, я думаю, что в любом случае это сделаем, просто вопрос времени и вопрос того, что этот дубля 6-й должен выйти, чтобы его посмотреть все, родной, не забудь проставить пальчик написать комментарий, это очень помогает ролику продвижению в целом, каналу подпишись, если вдруг еще не подписан это тоже очень важно сейчас, потому что это тоже влияет непосредственно на то, как продвигаются ролики ютубом и так далее ну и в телегу зайди, учитывая все эти новости, которые сейчас крутятся, непонятные вокруг ютуба лишним не будет, нам с тобой точно быть на связи, не теряться как минимум точно в телеге, вот, насчет Бусти сказал, есть, там смотрим всякое разное, анимешки, фильмы, мультсериалы, мультфильмы и прочее тоже ссылочка внизу, все родные увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь муа!